Сегодня у нас продуктовый влог. Калежских влогов, день рождения от наших постоянных зрителей, за которым что-то интересное. А с нами в магазин идут уважаемые люди и просто кому интересно. Арбузы. Слегка приоделись. Аляска-кот. Толка похожа на уху, которую мы готовила в детстве папа. Как сказал Владимир Чериков. Я там, блин, вообще замерз план. Эксперт по кухне. Курица в панировке. Какой-то протеин, блин, смешанный с сахаром. Так, сейчас находка года. Почему находка? Смешок риса на первое время и тихонько почитывал, да? Мы свой влог продуктовый ведем для того, чтобы показать людям, сколько будет стоить их месячная корзина, месячная. Да, да, для нашей семьи. Ветер щеки надул. Всем привет, вы на канале Наша Жесть в Америке. New life is my life. И сегодня у нас продуктовый влог. И поэтому один привет тем, кто гадит в наших комментариях и пишет, что мы кроме жрачки ничего не снимаем, а чего кроме жрачки ничего не снимаете? Да. Комментарии под влогами, почему-то в коллегских влогах, я уже не говорю еще про какие-то там про дни рождения, про машинки, там куда-то ходили. Ну, максимум комментариев от наших постоянных зрителей, которым все нравится, которым что-то интересно, которые чем-то интересуются. А вот всякие любители-хейтеры погадить, они почему-то заходят в магазины и спрашивают, а что ж вы больше ничего не снимаете? А что ж вы, господа, лезете это все пожрать да пожрать? Никак вы не наедитесь, да? Сходите в свой магазин, посмотрите. А с нами в магазин идут уважаемые люди, которым интересно, что можно купить, как можно купить, чем это отличается от того, что можно купить в другой стране, и на какие цены можно рассчитывать при переезде, а также на чем можно сэкономить и просто кому интересно. Так что всем хорошего настроения и вперед! В общем, наши покупки начались с арбузов. Арбузы по 4,99 за штуку. Они продаются уже теперь не по весу, а по штукам. Так, и куда мы двигаем? Была бы мы в морозилке идем, и нам есть бургеры рыбные. Да, вообще, наверное, не слышно. В общем, мы начинаем сегодня с холодильников, и наша цель рыбные бургеры, потому что почему-то в нашей костке их уже нету сколько? Почти месяц, да? Не, не месяц. Ну, мы два раза ходили. Ну, раз мы здесь, раз мы здесь, поэтому мы здесь. Что все из-за этого. Давай. Я не знаю, хлебушек нужен? Нет, не начинаем. Ну, значит, идем в холодильник. Курку будем одевать. Мы слегка приоделись, потому что в холодильнике тут реально очень холодно. Ну, и начинаем покупать. Наливку для кофейчанства. Это вот будет такая ореховая, не жирная блин, я первый раз так вижу, я видел без сахара. Прикольно. 2,99. Так. Опа. И молоко, да? А это какая интересная, дай посмотрим, подожди. А, это оригинал. Все, вопросов нет. Идем дальше, идем в молоко. Нам надо 2% молоко. Опа. Это 1%, вот 2%. Опа. Я просто хочу убедиться, что это то, что нам надо. Да? 2%. Опа. Кидаем. Двигаем дальше. Что-нибудь будем еще здесь? Нет, но я-то больше не чуя, у нас все есть. Видеем дальше. Дайдем. Диетически. Куриное. Пока мы думаем, нужно будет эффективнее. Смотри, если брать за дозу 599, там за дозу долл 678. Если много покупать в коробках, то очень удобно. Покупаем вот такую рыбку. Аляска Кот. Короче, стоит она 699. 699 это упаковка или вес какой-то? Нет, это за ЛБ. Здесь получается чуть-чуть больше, чем ЛБ. Получается 825. Вот эта вот рыба стоит. Одна себе. Вот такое филе. В общем, расскажу. Расскажу, зачем мы берем эту рыбу. Маришка приготовила из этой рыбы уху. И в общем, я вам скажу, что уха была похожа на уху, которая готовится на костре. Нет. Только она чуть-чуть дымом не пахла. Это уха похожа на уху, которую мы готовила в детстве бабушка. Для меня это высшая похвора. Это практически я поднялась на одну ступень, так сказать. Нет, не на одну ступень, а я прям, можно сказать. Ну, как это сказать? Ты все время мне блинчики сравниваешь с бабушкой. Да, потому что бабушка готовила на леснике, самые тонкие. Такие тонкие на леснике никто не умеет делать. Ну, в общем, уха была. Вот как с настоящей озерной рыбы или речной. Очень вкусная. Поэтому, кто живет в Америке, кто может купить такую рыбу, попробуйте, купите. Из нее получается очень вкусная уха. А в этот раз Маришка даже запишет еще и видеорецепт. Да? Да. После 5 июня. Да. Ну, возможно, после 5 июня. Потому что будут экзамены. Идем за сыром. Ну что, пингвин. Санды пингвин. Сыро в целый холодильник. Смотри, какой интересный, зайка. Чеддер порционный. Прикольный. Цена 12.59. Куда идем? Мне нужны перцы, огурцы и ягодки. Давай посмотрим. 7.49. Наверное, надо взять вот эти вот. Ягодки возьмем сюда. А мы в прошлый раз в Сан-Славе купили. Да. Здесь все хорошо кучили. Короче, берем вот такие блюбери. Черника или голубика, кому как нравится. Но я думаю, что это голубика. Вот такая цена. Еще можно купить вот такую ежевичку красивенькую 4.29 или малинку 4.49 за 12 озиков. Это вот такая вот 340 грамм там, по-моему, да? Да. Вот такая вот коробочка 4.5 доллара. Ну что, пойдем? Пошли. Ананасы, кстати, по 3 доллара за штуку. Мы не видим нужный салат, видишь? Я вижу 10 маленьких упаковок, но берем все они по-большой там. Здесь почти март. По-большим. Упаковка шпинат 3.99. Так что, ты хочешь упаковочку шпината взять? Ну я не знаю. Или вот этот, в салат. Или такой салат. Давай покушаем такой возьму. Ну. Это вот он, естественно. Это вот он, наверное, да? Так давай такой возьмем. Вот он на фигушку. Перейти у нас до 9, 5 ЛП. Вот такая вот пачка салата. Она там все на 2 распыдая или нет? Нет, нет. Я тебе показала. Такой вот салатский. А он что без наклейки? Подожди. А почему наклейки нету на нем? Зай, возьми другой, он без наклейки. Нам его просто не пробьют. Не понятно. Это авокадо еще надо, а мы не увидели. Может быть, авокадо не в холодильнике? А, вот, авокадо. Где? Так это коробка, наверное. Ну. Коробка авокадо 22 доллара. Нам ж только не надо, наверное. Смотри, что надо будет. Смотри, что надо будет. Наверное, еще есть, да? Дома. Да. Давай. Откручиваем по 3,39 за 3 штучки. Как петачку мы толкаем, не правильно? Так. Берем авокадо. Блин, тут немножко стало потепли. Авокадо 7,09 за 6 штук. 1 доллара. Кажется, я красный доллар. Это мы не пили, это мы в холодильнике были, да? Блин, они все очень зеленые, все очень деревянные. Да, они не зазреют, буквально быстро. Буквально быстро. Давай. Они большие, хорошие авокадо. Так. А мы лучше пили, чем хорошие. Нам, наверное, надо воды, может, хоть одну упаковку. На всякий случай. Или не надо? Сколько у нас там стоит? Давай одну возьмем. Потому что я не помню. Вон. Просто одну возьмем. На всякий пожарный случай. Водичку. Продолжаем свой поход. Мы продолжаем свой поход вдоль холодильников. Из морозилок мы уже вылезли. Вот наша рыбка. Да. Как сказал Владимир Чириков. Надо говорить не салмом, а салмом. Так что мы сегодня берем салмом. Саляску. За 17,79 вот такая вот прекрасная упаковка. Зя, тебе не кажется, что она какая-то... Да, она точно такая. У меня глаза сморщились от холода или что? Нереально она какая-то маленькая салмом. Да нет, 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 зайка. Так. Что? Что? И еще тут же по соседству мы цепляем вот такую вот куриную грудку. На фонировочке? Опа. 10,49. А мы сегодня на сайлике. Ну, рассказывай. Да, резко. Я просто решаю только взять ту, которая не снился. Ааа. Закрывай. Я там, блин, вообще замерз в план. Ладно, курточка такая. Она вся какая-то немножко такая вот. Ну, вообще как. Так я не хочу уложить, ты убери свою сумку, я положу пирог. По кухне расскажут, что это за курица в панировке. Обыкновенная куриная грудка, она в панировочке, она хорошо идет к салатику. Ну, вообще к любому гарниру. Или салатик с ней. Или салатик с ней. А еще она хорошо идет к Сашке. Поэтому это у нас можно сказать. Ну, не главный критерий, конечно, но... Ну, это один из главных критериев. Потому что у Саши сейчас он очень переборливо относится к сыру. И он очень переборливо относится к мясу. Очень переборливо. Зай, ты хотел взять... Что ты хотел взять? Я хотел взять вот такой вот Red Bull, который... Акрыляет. 28,59. Вот за такую упаковочку. Потому что то, что я купил в прошлый раз монстра какого-то, это был не энергетика. Это был какой-то протеин, блин. Зай, поднимь, пожалуйста, сумочку. Смешанный с сахаром. В общем, это было ужасно. Я про него потом отдельно расскажу, когда буду его показывать. Какой, а не тот. А темный с сахаром. А я хочу без сахара. В общем, еще в сачку к нам идет вот такой... Давай я возьму, Зай. Вот такой вот ананасовый сок. Он здесь стоит 4,29. Ну, вернее, стоит 5,59. На него селик небольшой. И это получается намного дешевле, чем в Сэмс Клабе. Вот, и поэтому... А у нас Антоша может выпить в банк этого сока за день. За вечер, да. Поэтому... Отойди, пожалуйста. Он идет в нашу прокачанную тачку. Мы еще захватили... Еще один шалман захватили. Решили, чтобы потом не возвращаться. Потому что вдруг он у нас не появится в ближайшее время. В нашей ближней костке, в обычной. Вот. Ну и продолжаем двигаться. Мы хотим еще посмотреть какие-то масла. Типа не подсолнечные. А... Ну, всякие масла. В общем, когда будем смотреть, вы поймете, что мы хотим посмотреть. Сейчас мы по сладостям, может, еще. А может и нет. Наконец-то мы доехали до этого магазина и купили мой любимый кофе. Кофе Лаватца. Сегодня он еще, к тому же, и на селике. И вместо 13 долларов стоит 10. В общем, этот кофе я не по-детски полюбил. Ну, давай с той стороны, грешки, обойдем. Ну, давай обойдем. Посмотрим. Не по-детски полюбил его. Потому что я, в общем-то, долго-долго подбирал себе. Много перепробовал. И этот мне понравился больше всего. Так, это здесь ряд с таблетками для кофе-машин. С таблетками, со стаканчиками, со всякими. Вот. Так, а мы пойдем в масла. Ой. Помнился ли? Нет. Так, это ряд с кофе. С зерновым. С растворимым. Здесь начинаются всякие присыпки и добавки в кофе. И всякие, да, и жидкие вот эти всякие подсластители. Блин, но соли здесь, случайно, нет? Соль мы, наверное, в центах купим, зайка. Ну, да, да. Так, это ряд с салатками. С медом. Нам мед не нужен еще. Это ряд с кетчупом. Следующий ряд. С этим. Как оно называется? А? Консервы. Ну, как это консерва называется? Так, и сейчас находка года. Почему находка года? Открытие. Я не видела таких больших консервных банок. Если кто-то решил порубать консервированный... Подожди, чикен бристи. Я думал, это рыба. Ну, почему она нет? Блин, я почему-то думал, что это будут селедки, там, ставриды всякие. Короче, консервированная грудь. А, они здесь все какие-то мега-чебанки. Вес кило 930 грамм. Бай, вот рыба. Стоит 10 долларов. Ну, от рыбы просто... Нет, это чикен сие. Морская рыба. Короче, морская курица какая-то. Что такое морская курица? Ну, это тунец. 15,99. Они все огромные. Ну, это вот, когда салат готовишь на Новый год. Какой салат салат готовишься? На компании. Ванной делать. На компании. Ванной, да. Ванну горошком. Ванну горошком и ванну с рыбой. Какой там салат делать? Как он называется? Так, 8,99. Вот какой-то этот самый. Что значит лайк, Дуна? Кто знает, рассказывайте. Какая-то мятая банка. Может пойти сказать им за полцами. Блин, так это какой-то ряд мега-консервов. Мы никогда его не видели. 9,99. Еще одна. Ёлки-палки. Ну, класс. Килл 360. Нормальный борщ. Вот так вот искали. Масло, блин, у нас шли консервы. Ну, вот нормальные консервы маленькие. Так, ты толкаешь нормально? Ну, большой покупать. А тот, кто не ест мешок картошки, тот может купить мешок риса. Сколько мешок риса? Дай покажу. 50 фаундов. 16,59. Ну, цены, кстати, разные. Вот есть бэджет 50 фаундов за 35. А это вот смотри, это рис для суперслонов написано, видишь? Да. 36 долларов. Жасмин рис, 36 долларов. Ну. А, это вот какой-то, смотри, с иероблихами. Какой-то чен, давай посмотрим. Пин-пин-пин-пин-пин-пин. Ты так говоришь, мы больше кушаем, но мешок кушаем, кушаем, никак его не скушаем. Нет, мы же смену его, который называли. А вот совсем, а, ну здесь поменьше, здесь 25 фаундов. Так, а вот еще какой-то модный басмати 40 лб, 33,99. А вот длинный 25 фаундов, 9 долларов. Ну, в общем, с рисом все в порядке. Если что, можно прокормиться первое время. Купить мешок риса на первое время. И тихонько тачит его, да? Ну что, идем, идем. Идем и ищем. Это не наш ряд. Не наш зайка. Ну, есть какие-то, я не знаю. Бобовые вон там, большие. И сайовые. Не, я про мешки вообще не говорю, какие-то опять консервы стоят. Это тоже не масло. Это мы масло не нашли. Смотри, вот приправы переехали. Точно, мы не здесь покупали приправы. Кстати, нам не надо приправа? А то вон есть та приправа, которая наша. Есть кокосовое масло, стоит 13,99. Ну, в общем, сейчас будем смотреть, а потом расскажем, что мы смотрели. В общем, сегодня хотим рассказать и показать вот про такое масло, которое мы нашли. Значит, 7,49 за 2 литра. Это виноградное масло. И вот вам, пожалуйста, его. Это ингредиенты у нас получаются, да? Оп. И вот вам его, опять же, nutrition fact. И ингредиенты. Чисто виноградные. Так. Еще есть такого плана масла. Да, я показал. Еще можно купить 2-литровую бутылочку за 11,59. Оливковая. Значит, вот что с ним будет. Смотрите, вот его nutrition fact. И его ингредиенты. Почему я не вижу? Зайка, ты видишь? Нет, пальцы. У нас ингредиенты я тоже не могу найти. А вверху? Нет. Написано, что оливки. Вот написано organic extra virgin olive oil. Сделанное из выбранных. Мелкоходитель, короче. Очень мелко. Ну, короче, походу, вот это вот чисто оливковое масло. И есть еще вот такое масло. Оливковое 15,99. Тоже, походу, оно чисто оливковое. Без добавления всяких примесей. И есть еще вот такое оливковое 24,99 за 3 литра. Оно, наверное, тоже просто оливковое. Оп. И вот что здесь написано на лице. Вот такое масло вы просили, мы показали. Вот так вот прямо, как говорится, не отходя от кассы, можно смолоть кофе прямо в магазине. И прийти домой и наслаждаться вкусом. Ну, что вы скажете, вам будет? Не, ну, как это все понимают, что можно выбрать, в зависимости от того, как вы завариваете кофе, под свой, так сказать, кофейник, подобрать помол. Грубость помола. Вот. И... Приятного аппетита! Все. На кассе мы дела свои порешали. Кофе намололи. Итого сегодня получилось. Итого мы заплатили 146 долларов 55 центов. 146.55, дублирую, потому что вдруг Маришку не слышно. И я хочу... Ну, не хочу, у меня возник вопрос. Как он успевает это все глазом? Он проводит глазом, потом вот так делает взгляд в такую... В тачку, да? И отмечает, как будто он проверил. Ну, нифига ж не проверяет. В общем, тачка получилась вот такая. Ну, мы, наверное, все показывали, что он такой. Да. Мы добавили еще раз рыбу, потому что сразу брали одну. Ну, в общем, что у нас здесь из дорогого? Из дорогого у нас здесь... Получается... Редбулл... Это сколько он? Порядка 25 долларов. Так. И... Ну, и все остальное так. 10-15. То есть... Ну, вот так вот получается. Почему мы говорим про дорогое? Ну, просто, скажем, даже это не столько дорогое, сколько хочется отметить, что это... Не то, чтобы Редбулл дорогой. Просто я, наверное, неправильно сконцентрировал внимание. Надо было сконцентрировать не на цене, а на том, какая это покупка. Что это покупка не ежемесячная. То есть, как бы мы свой влог продуктовый ведем для того, чтобы показать людям, сколько будет стоить их месячная корзина, месячная... Примерно, но все же по-разному. Да, да, ну, само собой, само собой, ветер щеки надул. Сколько примерно стоит вот для нашей семьи, даже точно, месячная корзина. То есть, на нас, двух взрослых и трех подростков, у нас получается где-то, ну, вот в среднем 500 долларов. Там может получиться 400 в один месяц, зато другой получится 600. Это именно вот из-за таких покупок, как, например, там, или Редбулл, или там, я не знаю, тот же кофе, который вот мы зашли сегодня купили. Мы бы могли его не брать, потому что его там наверняка дома на месяц, возможно, хватит. Сейчас я свой приеду, а потом ты свой. Но мы его купили, потому что мы в бизнес-центре в этой кофе бываем редко, а в нашей ловаться почему-то не продается. Поэтому мы его купили, он будет дома валяться, отдыхать. Но месяц из-за этого подрастает. Поэтому, кому интересно, смотрите наши влоги. В конце месяца мы подводим итоговые и показываем, повторяем, сколько потратили в течение месяца и какая общая сумма получилась. И также вы можете сравнить по месяцам. И что ты хотела добавить? Я хотела про какао сказать Антошкину, что мы его можем купить и потом месяца 3-4-5 не покупать. Потому что банка огромная и у него оно опять же бывает. Он может неделю пить-пить какао, потом неделю-две вообще не пить. Поэтому вот всегда в эти 400-600 долларов войдет долларов, наверное, как минимум 50, которые сегодня есть, а потом 2 месяца не есть. Опять же фасоль, если будет. Ну, в общем, все. Да. Кроме, все, кроме салата, кроме арбузов, кроме рыбных бургеров, воды. То есть очень много таких продуктов, которые плавно перетекают из месяца в месяц, из месяца в 2 месяца. То есть это такие непостоянные расходы. Поэтому наш бюджет получается в среднем 500 долларов в месяц. Все, а вы были на канале... Наши же с вами. New Life is My Life. Мы были в Коско бизнес-центр. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И пишите ваши комментарии, сравнивайте цены, рассказывайте, где что вы находите. Что-то может быть интересное, вкусное. Вот как мы сегодня нашли, например, консерву, которая весит почти 2 килограмма. Может быть, вы находите что-то интересное тоже. Пишите комментарии. До встречи. Бай-бай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok